МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Теплая зима, затяжная весна с засухой, возможный уход на карантин в пандемию. Как это могло повлиять на урожай 2020? Будем ли этой зимой с местными овощами и фруктами? И как насчет экзотики под брендом выращена на гомельщине? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, гости программы. Заместитель начальника управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Елена Филиппович. Елена Петровна, добрый день. Добрый. Директор открытого акционерного общества Комбинат Восток Сергей Чирич. Здравствуйте, Сергей Петрович. За ведущей отделом Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии наук Беларуси кандидат сельскохозяйственных наук Тамара Сидоренко. Тамара Николаевна, спасибо, что приехали. Добрый день. И директор экспериментальной базы Крыничная Николай Рубаха. Николай Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, начнем подводить итоги сельхозгода с воспоминаний о традиционном празднике тружеников села. Напомню, что в этом году он прошел в Мозыре. Давайте посмотрим. Дожинки – это не просто праздник с подведением итогов сельскохозяйственного года, но еще и выставка достижений региона с демонстрацией как уже традиционных отраслей, так и новых перспективных направлений. Сельское хозяйство – отрасль особая. От результатов ее работы напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Сегодня население Беларуси полностью обеспечено качественными продуктами питания. В подтверждение всего несколько цифр. Ежедневно жители Гомельской области покупают 375 тонн молочной продукции, 70 тонн колбасных изделий, 200 тонн мяса птицы и около миллиона яиц. В свою очередь сельхозпредприятия, достигающие высоких темпов производства, могут обеспечить своим работникам достойный уровень жизни. Если чисто переводить тему на отрасль сельского хозяйства, то Музырский район является флагманом у нас на Гомельщине, хотя, конечно, есть еще резервы достижения, увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, увеличение урожайности. Ну, а то, что касается зерноуборки, то, учитывая то, что у нас есть арендованные площади в Наравлянском районе, то у нас 106,5% роста валового сбора зерновых колоссовых к уровню прошлого года. Поэтому я считаю, что при такой засухе это достойный результат. Средняя заработная плата за 9 месяцев этого года у нас по хозяйству составила 1500 рублей. Ну и натуроплата, я думаю, что многие в нашей области знают, потому что нашему примеру следовали многие хозяйства. Хороший социальный пакет в виде натуроплаты. То есть то, что мы производим, все это имеют в первую очередь наши работники. Профессионализм и целеустремленность – это, пожалуй, главная составляющая успеха аграриев. Хотя никто не будет спорить, без современных технологий надеяться на высокую производительность очень сложно. Беларуси действительно есть чем гордиться в этом плане. Выставка, организованная в рамках областных дожинок – еще одно подтверждение тому, что отечественная сельхозтехника находится на уровне лучших мировых аналогов. Гомсельмаш является лидером производителей сельхозтехники, которая пользуется спросом практически во всем мире. Мы входим в пятерку самых крупных предприятий, которые изготавливают аналогичную технику. Наши основные поставки, естественно, это Республика Беларусь, где около 80% всего парка техники является Гомельской. Конечно, благодаря и президенту Республики Беларусь, который нам в трудную минуту помог и принял стратегические решения, мы на сегодняшний день уверенно чувствуем себя. И я знаю и понимаю и наш коллективе, что мы не подведем. Наши аграрии будут довольны нашей техникой. Награждение победителей, пожалуй, главное мероприятие дожинок. Лучший по производству зерна – Жлобинский район. Темпы роста волового сбора за последние три года достигли 130%. Лучшее хозяйство в этой номинации – опытная база «Краничная» Мозерского района. Почти треть экипажей комбайнеров собрали более тысячи тонн зерна. Победителем с результатом 2674 тонны стал экипаж Ивана Вырвича из агрокомбината «Холмич» Реческого района. Лучший водитель по перевозке зерна – Григорий Молочка из акционерного общества «Чемерийский» Брагинского района – 2457 тонн. И, пожалуй, самый главный результат, на который работал весь регион. Урожай зерновых в 2020-м – на треть больше прошлогоднего. В текущем году мы получили больше урожая, чем в прошлом году. Больше на 30% и намолотили более 915 тысяч. Конечно, когда мы посмотрели и вернулись к истории этих лет, мы увидели, что помещено может молотить и более миллиона. Поэтому на сегодняшний день мы, конечно, не останавливаемся на этом. И уже закладываем урожай в следующем году. Наша задача – молотить немедленно миллион на тонн в следующем году. Итак, «Дожинки-2020». Елена Петровна, как понимаю, воспоминания все еще свежи. Конечно, свежи. В этом году был очень красивый праздник. Ну, во-первых, это погода и это время года. Если раньше мы всегда отмечали «Дожинки» осенью, в ноябре, совмещая его с Днем работника сельского хозяйства, в этом году это был прекрасный теплый промежуток времени, очень красивое место, хорошая подготовка. В этом году и необычное было у нас новшество. В этом году у нас, вот как раз видно было, целые делегации у нас были от каждого района. Парад районов, да? Парад районов представляли каждый район, их достижения, их какие-то заслуги, их какие-то характерные черты. Это было очень интересно. Николай Григорьевич, подключайтесь к разговору. С какими результатами ваше хозяйство пришло к областным «Дожинкам-2020»? Для нас в этом году очень год случился удачный. Мы собрали валовый сбор зерна 7538 тонн. Это на 2200 тонн больше уровня прошлого года. И уровень превысили мы на 140%, то есть почти наполовину мы превысили валовый сбор зерна к уровню прошлого года. На поле у нас работало 8 зерноуборочных комбайнов. Все они производства белорусские. Вомсельмаши это в основном КЗС-10, КЗС-12. Нагрузка на один комбайн у нас составляла 320 гектар. Учитывая, что у нас именно вычисленные посевы, нужны зачистки и прочие мероприятия по подготовке с перехода на поле, с поля на поле, с культуры на культуру, то это очень много. Но не узирая на это мы справились, убрали вовремя, без потерь, убрали с высоким качеством. И получили первое место в своей номинации. И получили первое место в своей номинации. Это впервые для вашего хозяйства? Для нашего хозяйства за последние 10 лет это впервые. Вот эти 10 лет для предприятия, которое вы возглавляете, действительно переломное. Очень много сделано. И я знаю, что вы большое внимание уделяете мотивации труда, вот чтобы выделили в первую очередь, ведь все действительно начинается с людей, им и заканчивается. Конечно, самое главное, основное звено в достижении успеха это мотивация людей, мотивация рабочих. Значит, поселок наш расположен возле города Мозра. Это 2000 населения, престижный поселок, у которого престижно жить и престижно работать. Значит, мы строим ежегодное жилье. В следующем году у нас запланировано тоже 20-квартирный дом. Условия у нас выделения жилья. 5 лет человек добросовестно трудивший в хозяйстве, и он имеет право перевести долг, выкупить, согласно указу президента, жилье в собственность перевести. Также у нас достойная заработная плата. На сегодняшний день она составляет 1130 рублей. Мы ежемесячно выплачиваем натуроплату в размере 100 рублей и отовариваем продукцию в своем магазине. Также ежегодно мы выплачиваем 13-ю заработную плату населению. Ну, работающим нам всем отдаем натуроплату. И если перечислять все еще выплаты, все льготы, то я думаю, что не хватит эфирного времени. Спасибо большое. Но ведь дожинки, справедливости ради, это только часть итогов сельскохозяйственного года, связанная с уборкой зерна и урожайности в целом. Все верно? Все верно, все верно. Каким в этом плане выдался 2020-е? Ну, непростой год. Вы правильно вначале сказали, что с точки зрения климатических условий он был очень сложным. Это бесснежная зима в первую очередь. То есть мы пришли в весну с отсутствием влаги в почве. Плюс у нас была затяжная весна, очень долгая и холодная. Не было осадков. И у нас практически все весенние работы, связанные с пассивной компанией, они пришли в сухую землю. И это не могло не отразиться на урожае. Плюс самое страшное, кроме весенней засухи, у нас еще было позднее весеннее заморозки. И если в прежние годы заморозки там длились, ну, один день, то в этом году они были 5-6 дней в некоторых районах. И температура опускалась до минус 8 градусов ночью. Это очень серьезно. У нас поэтому на поле ряд районов очень сильно пострадали. У них там были и гибель, и пересев после этого было, повреждения просто посев. В общем, серьезные испытания запланированы были на 2020-е. Поговорим еще, как с ними справлялись. Я так понимаю, наука тоже переживала за то, как преодолеем вот эти запланированные погодные испытания. Конечно, повлияло. Во-первых, были поздние всходы картофеля. Задержка была. Мы все переживали, чтобы потом были хорошие урожаи. Пострадал сад из-за заморозков, из-за холода. Пострадал наш виноградник. Вот. Зерновые культуры некоторые пострадали. Плюс из-за этой теплой зимы много было вредителей перезимовавших и болезней. Это тоже сказалось на сельхозкультурах всех. Николай Григорьевич, Сергей Петрович, подключайтесь к разговору. Как с этими вызовами, погодными условиями приходилось бороться с вашим хозяйством? Ну, дело в том, что природа нас не баловала никогда. То заливные дожди, то морозы. Но ждать милости от небесной канцелярии мы просто не умеем. В общем, трудолюбием боролись. Да. Мы постоянно усовершенствовали агротехнические методы. Своевременно посеяли в оптимальные сроки. Посеяли семенами высоких репродукций. Своевременно провели подкормки, защиты, уборку. И в конечном итоге получили достойный результат. Сергей Петрович. Да, действительно, Александр, в этом году весна выдалась затяжной. Поэтому вынуждены были делать корректировки в технологии. В общем-то, по картофелю, как мои коллеги ранее освещали, не удалось посадить ее в оптимальные сроки. Вынуждены были использовать такие методы, как иерализация. То есть мы с помощью света давали клубням старт, что впоследствии позволило нам получить более ранний урожай. И в этом году мы начали копать картофель с конца июля. Положили его на полки. И, соответственно, вы сами понимаете, что стоимость молодого картофеля, она отличается. И в этом плане мы получили добавленную стоимость. В отношении лука тоже по весне мы имели достаточно большие проблемы. Это песчаные бури. То есть, сами понимаете, семена лука, они настолько мелкие, что способны улететь. Поэтому вынуждены были, опять же, перед посевом поливать поля, дабы увлажнить почву. И наше семя лука попало в наиболее оптимальные условия. Это серьезно отразилось на итоговой стоимости вот уже сейчас, весной и зимой? В общем-то себестоимость увеличилась. Хотели мы этого или нет, но... Но, наверное, это не самая большая проблема, с которой столкнулись по большей части даже наши соседи. Что бы было с урожаем 2020? Если бы мы, как многие страны-соседки, ушли хотя бы на несколько недель весной в связи с пандемией на карантин? Сложно ответить, что бы было. Но давайте оценим то, что... Вот как мы сейчас и говорили о том, что весна затяжная. То есть мы уже на 2-3 недели сместились в более поздние сроки. И так отстаем. Отстаем, да. Совершенно верно. И то есть еще на 2 недели выйти. О чем это говорит? Что у нас не было провалено полностью весенней посевной кампании было. А так все остались на работах. Несмотря на то, что да, где-то были какие-то очаги, кто-то где-то заболевал. Но работа была не остановлена ни на один день. Посевная кампания прошла в установленные сроки. И затем кукуруза и так далее, и так далее. А работа в сельском хозяйстве – это круглогодичный труд. Он никогда не останавливается. Кажется, вот будет передышка, но ее не наступает. Зерновыми в этом году до долгожданного миллиона тонн не добрали. Но помогла кукуруза? Скажем так, что миллион – это одолимая цифра. Николай Григорьевич, почему для области кукуруза действительно стратегический продукт? Ну, в первую очередь, потому что Гомельская область находится в определенных климатических условиях и ежегодно страдает от засухи. Здесь низкая плодородия почв и не все другие культуры могут произрастать в таких засушливых погодных условиях на низкоплодородных землях. Кукуруза, она это выдерживает и дает хороший урожай. Кукуруза – одна из самых универсальных культур, которая произрастает. Из нее получают и продукты питания, с нее получают и масло. И ценная корма, что важно. И самая высокая ценность кукурузы – это кукуруза на зерно и высокая питательность 1,34 кормовых единицы и 86 грамм белка на кормовую единицу. Это прекрасный силос, что очень тоже важно при высокой урожайности початка кукурузы. Кормовая ценность корма может доходить до 0,4 кормовых единиц с содержанием белка 26-30 грамм на 1 кормовую единицу. И, конечно, имея развитое животноводство в Гомельской области, только с помощью кукурузы можно в достатке обеспечить животноводство полноценными кормами и постоянно поднимать уровень производства как привесов, так и производства молока. Я знаю, что благодаря помощи государства у вас в хозяйстве появился крупнокалибровочный завод. В сезон работает, если не ошибаюсь, в круглосуточном режиме. В конечном режиме, да. В 1995 году была построена очередь кукурузы калибровочного завода, и мы имели переработку в 2000,5 тонн. Затем увеличивалась мощность, каждый раз она добавлялась. Мы вышли сейчас на 10 тысяч тонн производства семян кукурузы, и после окончания ввода очередной очереди производства будет 12,5 тысяч тонн мощности предприятия. За это время государство вложило 50% денежных средств бюджетных и 50% стоимость завода за счет средств хозяйства. Ну, при помощи государства возвратные бюджетные суды. Сейчас выходите на проект на мощность? За 15 лет работы завода мы реализовали 120 тысяч тонн семян по программе импортозамещения. Это сагаленовленные огромные валютные средства. За последний год, за прошлый 2019, мы реализовали 10,5 тысяч тонн семян кукурузы на сумму 14 миллионов рублей. И только за один год мы сэкономили 9,5 миллионов рублей по программе импортозамещения. Представьте, какие денежные средства сэкономили на сегодняшний день. Вот вам и стратегическое сельское хозяйство, как отрасль, особенно для нашей страны. Николай Григорьевич сказал, что у него сейчас производство на 10 тысяч. Мотор в этом, что мы смогли произвести свои семена, поставлять их на свой рынок. И семена привозные, которые уже поставляются из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья, имея такую сильную конкуренцию в нашем лице, они резко снижаются в цене. И уже в течение последних трех лет мы не поднимали цену на реализацию семян кукурузы. Все время постоянно стараясь снизить затраты, найти резервы. Для сохранения стабильной цены. Ну, теперь можно сказать, что да, Игорь Григорьевич как раз сказал о том, что 10 тысяч выпускает. Это как раз потребность области. То есть полностью потребность области закрывает... Одно предприятие. Одно предприятие. Одно предприятие. Ну, там небольшие объемы у нас в области покупаются за счет импортных семян, обеспечиваются. А так это в основном семена кориничные. Елена Петровна, а вообще какие культуры традиционно для области дают самую хорошую урожайность, стабильную урожайность, что важно? Ну, так сложно ответить. В первую очередь, конечно, мы выделяем это азимы клин. То есть азимы зерновые у нас лучше себя показывают. Урожайность у них повыше. Ну, среди них, конечно, это азимая пшеница, азимая третикали. Среди яровых культур это, пожалуй, можно выделить ячмень. Вот у кого побольше урожайность получается. Ну, кукуруза тоже как раз такая культура, которую мы всегда возлагаем большей надеждой, поскольку она является у нас основой именно кормовой базы. Поскольку все растеневодство, по сути говоря, оно работает на животноводство. Нет растеневодства, нет животноводства. Поэтому заготовка кормов это наше основное, чем мы занимаемся. Кукуруза как раз помогает выполнить эту задачу. Тамара Николаевна, наука сегодня научилась эффективно влиять на урожайность? На урожайность в какой-то степени да. Грамотно, как сказали коллеги, подобрать семена. Высоких репродукций это уже плюс к урожаю. Грамотно положить технологию на эти семена. И довести к уборке правильно ту продукцию, которую мы выращиваем. Неважно, это зерновой клин, или это овощи, или это плодоводство. Куда бы мы направление свое не направили, или животноводство, там надо грамотный подход. И грамотная технология, подбор сорта, подбор семян. Все вместе дает нам хороший урожай. И во многом помогает, конечно, наука. Физиологию растений надо знать. Очень. Даже физиологию, даже не самой культуры, а того сорта, который мы возделаем. И на какое направление мы ее хотим возделывать. Или на промпереработку, или употреблять в свежем виде, или это ранняя продукция. Здесь тоже важен грамотный подход. Чем в этом плане готовы снабдить не только рынок Гомельской области, но и соседей, специалисты, ваши коллеги из областной сельхозстанции? Ну, мы же занимаемся, опытная станция занимается вообще, так сказать, семеноводством всех сельхозкультур. И зерновых, и зернобобовых, и травы, и саженцы, и картофель. И у нас оригинальное семеноводство, и элитное. Поэтому мы в первую очередь, конечно, обеспечиваем семенами свою область, но не бежаем и соседние области, и соседние страны, если это есть востребованность. Поэтому, ну, как бы работаем и со своими, но и с соседями. Я знаю, что сегодня в студию вы с собой взяли по-настоящему целебный синий картофель. Расскажите об этом подробнее. Ну, это картофель с антициановой окраской. Теперь пик такой, можно сказать, в котором участвует и наша страна. Мы сейчас покажем и поговорим об этом картофеле. С удовольствием расскажите. Вы с собой взяли сразу несколько сортов. Тут даже по цвету они отличаются. Самый ценный экземпляр какой? Здесь три сорта, нельзя сказать, что самоценные. Они все идут с антициановой окраской, и у них большое содержание оксидантов, которые вот создают эту целебность. Поэтому это и синие сорта, и фиолетовые, и розовые, и красные. Мы можем разрезать и посмотреть. Вот это обыкновенный наш картофель, к которому мы привыкли. Так, хозяйки по ту сторону экрана скажут, так, этим вы нас не удивите. А где же тот самый синий? А синий картофель, это вот, его резать, если вот так, то вообще он очень будет красивый. Радушка это вот, смотрите. Вот с него делают чипсы. Чем он сильнее окрашен, тем больше в нем тех веществ, оксидантов, которые полезны. Этот цвет сохраняется и после обработки? Да, он не теряется. Вот видите, как разные сорта, они по-разному... Похожи на инжир. Очень красиво. Немного, да? Вот. Этот самый окрашенный, самый интересный. Притом, вкус этого картофеля не отличается от такого картофеля. Запах тоже. Он обыкновенный картофель, но более такой ценный. И с него можно сделать... Заинтересовали. А вот скажите, когда в продаже такое можно будет встретить в Гомельной области? Он уже есть в продаже. Вот это вот, это сорта. Но это сорта зарубежные. Это сорта российской селекции. Есть сорта украинской селекции. А вот эти образцы, которые испытываем мы, и это образцы наши, белорусские. Самые яркие. Вот. Поэтому, я думаю, уже два года они находятся в госсортоиспытании. И параллельно с госсортоиспытанием мы проводим испытания на болезни, на урожайность, на вкусовые качества. И определяем вот именно содержание этих оксидантов, которые очень положительно влияют на наш организм. Поэтому, я думаю, что через год эти сорта должны быть у нашем белорусском реестре. А значит, в скором времени и на столах белорусов. Да. Я знаю, что вот уже пять лет на полях опытной станции в Рогачевском районе вы выращиваете арбузы. Вот интересно, по своим качествам, они не уступают зарубежному? Нет, не уступают. Сорта, правда, зарубежной селекции, это топган и романза. Вот это сорт романза. Это уже последние арбузы, которые мы снимаем с бахчи. Конец сезона, поэтому небольшие. Да, но первые 12-10 килограмм вот такие вырастают. Они очень сочные, очень сладкие, эти арбузы. И пользуются спросом. В этом году у нас реализация шла даже по санаториям, и от покупателей не было отбоя. Вот, можно и попробовать. Сейчас заинтересуете коллегу, в следующем году появится плантация арбузов. Действительно очень сладкие, правда? Ну да, и ничем не отличаются от тех, которые мы покупаем на рынке. Они не отличаются. Очень сладкие, очень сочные. Единственное, что вот с южных стран, астраханские, это у них больше сухого вещества. Вы если покупали, они здесь вот на разрезе видно. А наши более такие сочные. И когда арбуз реваешь в бахчи, он прямо, невозможно его разрезать. Он трескается. То есть наши лучше? Ну, не знаю. Потребителю больше знать, какие вкуснее. Но не остается. Все мы реализуем, все, что получаем, все реализуем. Спасибо большое. В связи с тем, что сдвинулись климатические зоны, какие несвойственные до недавнего времени культуры уже сейчас все чаще можно встретить на наших полях? Ну, на наших полях можно встретить персики уже, можно встретить абрикосы, можно встретить подсолнечник, которым мы раньше не занимались. И довольно-таки он занимает хорошие площади даже в нашей Гомельской области. Кроме этих культур, я думаю, что дальше еще пойдут в винограды будем выращивать, хотя у нас они уже есть, виноградники. Есть примеры? Есть примеры. И в этом году у нас заложен эксперимент в Ельском районе в хозяйстве Добрынь. Это таджикские саженцы и наши саженцы винограда. И их хотят возделывать как пример, как эксперимент. Для массового, для промышленного возделывания. Ведь фермеры у нас и люди при усадебных участках, все повсеместно выращивают виноград. И у них получается. Только сорту рознь. Совершенно верно. И здесь играет роль именно для промышленных размеров. То есть это не с целью того, чтобы получить просто конечную продукцию. Ведь когда человек занимается, или даже там небольшие какие-то площади, то все работы связаны, они сжаты во временных промежутках. Это вредители, это обработки, это химпрополки и тому подобное. А здесь, когда промышленные, это все эти же работы нужно сделать, только за очень-очень коротенький срок на большой площади. Это достаточно сложно. Ну и затем потом реализовать конечную продукцию. Это второй вопрос, один из самых важных на сегодняшний день. Чтобы потребитель поверил, да, наше хорошее. Да, это да, наше белорусское, это наше. И можно попробовать. Сергей Петрович, чем в этом плане готовы удивить и удивляете уже который год потребителей Гомельской области, да и не только. В начале лета мы начинаем удивлять наших покупателей теми нетрадиционными для нашего климата продуктами, такие как баклажаны, перец, капуста цветная, кальраби, пекинская капуста, патиссоны, лук-эксидбишен, который имеет салатное назначение, имеет мягкий вкус и, в общем-то, не обладает теми острыми качествами, которые традиционный лук выделяет. И все же будем ли в этом году с своими местными овощами и фруктами на протяжении зимы и в идеале весны? Конечно будем. У нас ежегодно остается одинаковая приблизительно площадь для возделывания овощей и картофеля. И в этом году около 1,8-2 тысячи гектар овощей в различных хозяйствах области. И, конечно, это закладываются стоп-фонды. Это в первую очередь для того, чтобы обеспечить социальную сферу. Для того, чтобы детские садики, больницы, школы могли потом в зимний период быть обеспечены нашими, белорусскими, отечественными овощами и яблоками. Конечно, в этом году по яблокам есть небольшая сложность, поскольку коллеги говорили о том, что сады пострадали во время весенних заморозков. Но это было полбеды. А вторая беда была, когда жара, плоды сформировались, но они не выросли большого размера. То есть они не кондиция, а не стандарт, если так можно выразиться. То есть они чуть меньшего размера и уже стандартную продукцию заготовить достаточно сложно. Если смотреть чуть-чуть, в целом на рынках, в магазинах можно будет найти местную продукцию? В идеале, конечно, по цене чуть ниже и зимой, и весной. Конечно, вы и сейчас можете увидеть и фермеров наших белорусских представленных, и хозяйства, которые реализуют свою продукцию во всех больших сетях магазинов и в мелких магазинах. Проблем с тем, как сохранить. Достаточно давно у вашего хозяйства нет, всего ли хватает? Да, на сегодняшний день комбинат «Восток» обладает шести хранилищами. Объем заложенных овощей составляет порядка 35 тысяч тонн. Это наша возможность. Как сказала Елена Петровна, стабилизационные фонды на данный момент закладываются. То есть Гомельская область однозначно будет с продукцией, выращенной здесь же. То есть местные сорта, местное производство мы готовы поставлять циклично и всю нашу торговлю обеспечить. А вообще комбинат «Восток», в том числе для эфира, очень хороший пример. Предприятие полного цикла от поля до прилавка. Это помогает на протяжении года, из года в год, держать потребителя рядом? Да, это абсолютно так. Комбинат «Восток» действительно занимается полным циклом выращивания продукции, переработка. Это все в наших руках. Мы все это можем делать, обладаем всеми необходимыми машинами и технологическим процессом. Значит, помимо того, что, скажем так, делается консервация на Домановичском филиале в Калинковичах, то есть мы имеем возможность производить порядка 20-25 наименований консервной продукции, которые используют минимальные консерванты, то есть она натуральная, в ней мы заложим только соль, скажем так, и перец, обладает всеми теми минералами, веществами, витаминами, которые дает нам, скажем так, овощ с поля. Помимо этого, мы активно занимаемся выращиванием грибов. Общеизвестные вешенки, менее известные шиитаки. Шиитаки вообще являются японским грибом, это королевский гриб, обладает, это кладезь, скажем так, микроэлементов и витамин. Более того, есть мнение, что он помогает в лечении онкозаболеваний, поэтому мы его активно производим и хотели бы, в общем-то, дабы каждый житель Гомельской области с ним познакомился и на собственном, скажем так, потреблении узнал его потребительские качества. Но как чувствуете, люди уже привыкли к этим достаточно экзотическим грибам? Да, ореол наших поставок, это не только Гомельская область, Минск, Брестская область, то есть довольно широкий спектр реализации на данный момент. Более того, мы делаем консервацию с данных грибов, то есть идут грибы с жульоном, тушеные как таковые. Сегодня справедливости ради проблем в торговой сети с выбором нет. Да, мы производим все или практически все, Но ведь важный момент, охотно ли торговые сети, особенно крупные торговые объекты, берут продукцию наших местных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств? Фермерских хозяйств и предприятий берут охотно, нельзя отрицать этого. Здесь, конечно, еще маркетинг имеет значение. Здесь само хозяйство должно быть заинтересовано реализовать. Расторопность, да? Не просто сижу в Петриковском районе и жду, когда... Когда же мне принесут и... Когда же все-таки у меня кто-нибудь что-нибудь заберет? Самим предлагать. Здесь, конечно, имеет значение и реклама той продукции, которую ты производишь, и иметь все на руках документы, подтверждающие высокое качество того, что ты производишь. Это ряд показателей. И те хозяйства, которые заинтересованы в реализации своей продукции, они не сидят на месте. У них реализация полностью востребована, все их продукции, что они производят. Вариант один или дорожка номер два – иметь собственную торговую сеть? Да, на данный момент комбинат «Восток» обладает десяти торговыми точками. Мы идем в это направление, наращиваем их объем. Ежемесячно мы планируем добавлять одну-две точки. Это актуально на данный момент, потому что, скажем так, наша задача сегодня – перешагнуть опт и прийти непосредственно к покупателю. Здесь более высокая маржа, добавлена стоимость. И, естественно, все это мы можем аккумулировать и пускать в развитие. И дальнейшее, скажем так, обновление производственных возможностей комбината «Восток». Еще один замечательный пример в тему эфира хотел сейчас озвучить – совхоз комбинат «Заря». Действительно лидер и в масштабах страны. Думаю, и зрители согласятся, периодически у магазинов по утрам сегодня, в 2020 году, выстраиваются очереди за продукцией. Наверняка эксперты не раз спорили и обсуждали. Так в чем же феномен этого предприятия? Сложно ответить прямо о феномене. Конечно, как для пожарстых потребителей, которые приходят в магазин и видят красивую, чистую, свежую, очень свежую продукцию, приятное обслуживание, доступность и цена, которой они кусаются. Вот что основное. Ну а для предприятия феномен – это в том, что у него действительно от начала до конца взвешенная работа. Это в первую очередь работа. У них есть вся цепочка, все звенья. И это говорит только о труде, которое вложено было. Поскольку и комбикормовый завод, и фермы, и производство своей продукции, ну, понятное дело, что просто растеневодство занимается. И они, конечно, оттолкнулись от того пути производить продукцию просто как сырье для всех перерабатывающих промышленностей. Они это сырье сами перерабатывают, получают здесь средства, и затем переработанную продукцию уже готовую реализуют через свою систему. То, что более выгодно, да? Что более выгодно, конечно. Вроде бы все понятно, но почему по этой дорожке так сложно направить большинство хотя бы? Но не хотели бы пойти, но здесь целая цепочка всего. Это механизм, слаженный механизм, который работает как часы. Не у всех это получается, ведь это не так-то просто выстроить этот механизм. Ну и кроме того, это грамотное распределение средств на каждом этапе тоже. И не у каждого есть тот начальный капитал, который помогает стартануть и пойти вперед. Но это путь для будущего. В общем, себя продукцией обеспечим. А как насчет новых рынков, которые помогут и развиваться самим предприятием, в том числе? Николай Григорьевич, какие резервы видите вот и на своем предприятии, да и в целом в регионе? Ну я хотел бы сказать, что на нашем предприятии установлено самое современное оборудование по сегодняшним меркам. Значит, мы уделяем огромное внимание качеству семян. Мы ведем доработку семян и калибровку уже не только по фракциям, то есть размерам. Мы калибруем на круглые и на плоские семена, что позволяет потребителям более детально отрагулировать селку, выставить норму высева и, соответственно, получить более дружные, хорошие всходы. Огромную роль здесь играет, конечно, и ценовой фактор. Здесь по цене мы полностью конкурентоспособные. Цены наши на 30-40% ниже ценами ближнего зарубежья, это Россия и Украина. А что касается дальнего зарубежья, то цены в полтора-два раза нашей продукции ниже, чем их аналоги. То есть произвели бы больше, продали бы запросто? Сейчас, покуда спрос есть, в этом году реализовались мы полностью 100%. Запаса семян у нас на складах нет. Даже в Могилевской области уже определенные потребности заявки выполнить мы не смогли, потому что не было достаточно уже семян для реализации. То есть, конечно, основные потребители наших семян – это Гомельская область. Здесь мы продали 85% семян, которые мы произвели, и 15% мы продали семян по другим областям. Говоря про поиски новых рынков сбыта, хочу привести еще один достаточно хороший пример. Сергей Петрович, я сейчас про инвестпроект, разработанный вашими коллегами. Инвестпроект по производству сухих картофельных хлопьев. Да, мы обладаем достаточной базой для того, чтобы, скажем так, увеличить производство. У нас большой потенциал. Сырье есть? Сырье есть, однозначно. Поэтому для нас это очень актуально. Более того, вы сами понимаете, что это внешний рынок, это валютная выручка. И мы однозначно приветствуем все движения по, скажем так, использованию этого инвестпроекта. Картофельное хлопье сегодня является не только, скажем так, товаром как таковым. Оно используется в широком спекте производства. Это и мясные, это и хлебобулочные изделия. То есть здесь однозначно с остатками не останешься. Реализация всегда будет. Уважаемые гости, время подводить итоги программы. Мы сегодня говорили про итоги сельскохозяйственного года, каким он выдался, конечно, судить вам, экспертам, но и нам, потребителям. В завершении буквально по одной минуте есть возможность подвести черту у каждого из вас. Николай Григорьевич, начнем с вас. Что хотите сказать? Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто участвует в производстве сельскохозяйственной продукции. Это огромный, кропотливый и тяжелый труд. Начиная от механизатора и кончая доктором наук. Потому что без их труда мы не доселили таких хороших результатов. И не имели то, что мы имеем сейчас. Я тоже хочу поблагодарить всех тех, кто остается за кадром. А чей труд, без чьих рук мы не можем обойтись. Потому что на сегодняшний день в нашей сфере вот это то, что у нас не хватает людей. Не хватает этих рук. Как бы мы не механизировали это все, как бы мы это все, большую технику где-то не ставили на большие поля, но без человека, без именно его души, ни в одной сфере или ни в одном подразделении мы не можем обойтись. Или это вырастить, или это доработать, или это запаковать, или это сделать продукт, те же самые хлопья или тот же консервант. Сергей Петрович, вы, как понимаю, итоги всех хозгода будете подводить тогда, как только продадите, реализуете все, что было собрано в 2020-м. Да, это абсолютно так. Данный год для коллектива «Восток» юбилейный. Нам 35, у нас, скажем так, зрелость. Поэтому всех коллег, всех ребят поздравляю с праздником. Хотел бы пожелать счастья, добробыта, удачи в работе и в домохозяйствах. Всем спасибо. Лена Петровна. Тоже хочется сказать несколько слов благодарности. Конечно, все сегодня говорили, рассуждали о том, что являются слагающими успеха. Конечно, это семена, конечно, это технология в первую очередь. И самое главное – это люди. Без людей ничего не получается. Поэтому всем труженикам села большое спасибо за их труд, за их сложный труд от зари до зари в буквальном смысле слова, каждодневный. Поэтому всем вам слова благодарности. Это самое главное. Говорим спасибо и начинаем подготовку к новому сельскохозяйственному году. У нас никогда работа не останавливается. Итак, на этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова